всех приветствую продолжаем рассматривать картины художников и описание к этим картинам по книге великие музеи мира руперт банни морская идиллия около 1893 года холст масла 142 на 251 большая картин австралийский художник руперт банни как многие его европейские коллеги в конце 19 начала 20 века часто использовал своих произведениях аллегории символы особенно эстетичным живописец считал образ воды который можно увидеть на многих его полотнах как он сам признавался в письмах и мемуарах это связано с его воспоминаниями в раннем детстве на него произвела сильное впечатление бредущие по берегу моря группа странных мокрых людей как оказалось они только что совершили таинство крещения и теперь чувствовали себя счастливыми а в 19-летнем возрасте банни сопровождал своего умирающего отца в поездке на холст бацкие воды это оставило у него тягостное впечатление на всю жизнь на картине морская идиллия живописец представил берег где в закатных лучах солнца расположились полуобнаженные нимфы и тритоны они играют на музыкальных инструментах поют собирают цветы и нежатся в траве и теплой воде те существа что сидят подаль приложили ладонь к ушам чтобы услышать мотив одна из нимф томно опустила голову на плечо полуобнаженного тритона музыка и ее атрибуты в живописи как правило означает романтичность и утонченность а красной маки символизирующие сладкие мечты расположенные в центре картины ярким пятном создают зримый образ изысканной красоты и мечтательности наброски к этой работе мастер сделал еще во время путешествий по французской провинции британь его в альбоме среди рисунков древних каменных столбов крутых утесов и волн есть изображение обнаженной женщины ноги которые переходят в русалочный хвост атлантическое побережье британии известно своими мифами и легендами и бани вдохновленный розовато-серебристым цветом вечернего океана а также символистской живописью швейцарского художника арнольда беклина создал серию романтичных произведений среди них и морская идилли также в работах австралийского творца можно ощутить влияние прерафаэлитов и модерна но вот такое описание к работе руперта банни морская идиллия написано около 1893 года текст по книге великие музеи мира пока пока до свидания всего хорошего